Незапланированное общение затянулось на два часа. Вопросов много, стесняться журналисты не привыкли. Александр Ткачев сходу дал понять, что готов откровенно разговаривать на любые темы. За столом работники небольших районных газет, например, Каневские зори или Власть советов из выселок. И сотрудники крупнейших средств массовой информации края, от печатных краснодарских известий до телеканала Кубань-24. Огромное количество вопросов губернатору связаны с экономикой. Не рухнет ли она в новом году в кризис? Ткачев откровенен. Объем инвестиций, как и везде в стране, снизится. Но Кубань – один из тех регионов, который сумел создать кризисоустойчивую структуру экономики. То, как заканчивался год, уже заканчивался очень жестко. Люди почувствовали вмиг себя экономистами, начали следить за скачками валюты, роста валюты, за инфляцией, за тем, как росли цены. И вот эти события все выявили вопрос экономической безопасности, сделали вопросом номер один на повестке дня. Что конкретно ждет жителей края? Экономика достаточно хорошо диверсифицирована. У нас нет зависимости от одной или от двух предприятий. Из чего стоит структура экономики нашего края? Воропрочный комплекс, который сегодня в порядке. Спрос на нашу продукцию, он только выше. Если раньше производство свинины было практически невыгодно, рентабельность была 3-5%, а то и ноль. Сегодня 30-40%. Молока, в том числе с дотациями, до 50%. Производство зерна 100% рентабельность. В 28-м курортную отрасль мы получили от 20% геленджик, она по 30% и Сочи 40% плюс отдыхающих. Что касается промышленного потенциала, мы запускаем вторую очередь Абинского металлургического комбината. Мы сдаем в этом году на полную мощность мебельный МДФ в Обширомском районе. Мы работаем в нормальном режиме. Я бы не склонен драматизировать. Приток денег в край извне уменьшился еще в прошлом году. Все логично. Кубанские мегапроекты, Олимпиада и Формула-1 сделаны. Журналистов интересует, возможно ли еще в регионе появление крупных площадок, привлекательных для инвесторов. Одним из мегапроектов стало облагораживание города Краснодар. Что у нас появится в Краснодаре в рамках этого проекта «Спасина»? Столица у нас одна. Это город Краснодар. И проблем здесь огромное количество. Наша задача сегодня бороться с пробками, а значит строить дороги, развязки, новые инфраструктурные проекты, что собственно уже в 15-м году мы начнем, потому что проектирование мы закончили. Это большие проекты. Допустим, трехуровневая развязка на кольце на Старокубанской. Это порядка 3-х миллиардов рублей. Вот такая мощная, мы будем строить ее 2,5 года. Яблоновский мост. Приступим к вот этой конструкции, новый мост совершенно. И мы в 2,5 раза увеличим потоки въезд и выезд из города. И, конечно, вот эти одноэтажные частные постройки, это наши развалины, понятно, которые не украшают город. Мы на Краснодар только планируем порядка 500 миллионов рублей на снос ветхого жилья. Это тоже огромная программа. Журналисты вспомнили во время разговора и о краевой акции, которая стартовала несколько месяцев назад. Тогда губернатор предложил волонтерам собрать подарки, одежду, игрушки и отправить их для детей Луганска и Донбасса. Юлия Сематова, фотокорреспондент «Краснодарских известий», недавно вернулась с юго-востока Украины. По ее словам, эту помощь, находясь там, переоценить сложно. Люди разбирали все, все продукты до последней крошки, всю одежду до последней вещи. И встретилась там с представителем Луганской народной республики. Он просил передать всем кубанцам благодарность, что отозвались. И, конечно, меня очень тронуло, когда дети просили учебники на русском языке. Они хотят учиться на своем родном языке и просят помочь им именно в этой возможности. Я думаю, что давайте отреагируем, конечно. Александр Ткачев тут же решает продолжить гуманитарную акцию в помощь детям юго-востока Украины. Поручение отдает прямо за столом своему заместителю. Вопросы о поддержке оказались актуальны и для муниципальных газет. Из-за того, что Почта России подняла тарифы на доставку корреспонденции, мелкие здания просто не в состоянии потянуть такое увеличение. Вопрос о судьбе печатных СМИ. В Краснодарском крае, как ни в одном другом регионе, мы сумели сохранить муниципальные здания. Но выживать становится значительно сложнее и сложнее с каждым годом. Скажите, чувствуете ли вы необходимость сохранения таких изданий муниципальных? Я вижу, и это будет точно, спрос или тяга к региональным новостям, муниципальным новостям, она будет расти. Людям это становится интересно. Все-таки, давайте так скажем честно, интернет и федеральные каналы, практически все новостные сюжеты одни и те же. То, что происходит в регионе, то, что происходит в городе, это реально интересно. Моя позиция, ни в коем случае не допустить разрушения всей этой системы, потому что, ну, это не только контрпродуктивно, но мы просто лишим наших людей, жителей края, информации о крае. Ну, а вам, коллеги, конкуренция, это тоже, никто не говорит, что нужно остановиться и ничего не делать. Газета должна меняться. Меняются жители, меняются люди, их ментальность, значит, должна меняться и газета, это естественно. А если мы расстраиваемся такой же пассивной, такой попахивающей болотцем, такой скучной, конечно, она неинтересна. Ну, а что там, я опять там, одни будут заголовки там или какие-то постановления и так далее. Должны хорошие быть сюжеты, интересные о людях, о событиях и так далее. Помимо этих тем, журналистов интересовали и будущее футбольного клуба «Кубань» во время кризиса, и даже мнение губернатора о том, в каком районе самый вкусный хлеб. Родийные журналисты в конце общения пригласили Александра Ткачева к себе на прямой эфир. А сам губернатор сказал, что готов к любым диалогам, главное, чтобы они были конструктивными. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, «Кубань-24», Краснодар.